добрый вечер напишите пожалуйста как меня видно как слышно все хорошо спасибо благодарю окно сегодня я записи веду же телефоны чтобы не сорвалась так ну давайте сегодня у нас эфир на тему почему деньги и все остальное у нас в голове конечно тема о которой я часто говорю пушинки от моей кошки везде летают этот эта тема о которой я говорю постоянно часто и буду говорить ведь почему потому что не был не устану повторять что внутренние что внутри внутренний мир определяет наш внешний мир и когда внутри у нас нет действий конечно же нет изменений вовне это вроде понятно как божий день но все равно люди топорят здесь в этом месте и думают что кто-то откуда-то скомандует или направит и человек пойдет и возьмет то или получит то что он хочет на самом деле так не бывает и если бы у нас именно это такая конструкция работала то могут были как роботы согласитесь все пошли по команде туда развернулись и строим обратно но это так же как например в армии когда солдат приучают к дисциплине или там других учреждений но на самом деле человека выводит на действие его мозг а мозг помогает ему выйти на действие только тогда когда на новые действия заметить когда человек решает изменить что-то может вас будет вести до тех пор пока у него и туда куда куда у него есть шаблоны то есть ему будет легко без вашей команды определять ваш внешний мир столько сколько вам будет угодно оставаться в бездействии то есть человек никуда не уйдет никуда не денется он будет идти он просто будет сидеть в том же болотном в котором он сидел даже не предполагая что это болотцы а потому что у него нет решение не созрело решение как только созревает решение в голове на изменение например да естественно сразу подается команда мозгу то что мы делали уже мы не будем делать но у нас не может нас спросить а как мы будем делать если бы он мог спросить а как мы будем делать он бы спросил но на самом деле он спрашивает но люди насколько закрыли свой внутренний голос что они и не слышат внутренний голос это наша интуиция и когда человек не слышит наш свою интуицию он не слышит куда то есть у него нет коннекта коннекта со своим мозгом и нет коннекта со своей интуиции то есть душой то есть с внутренним ребенком это все одно и то же и естественно он не понимает куда идти у него в голове тогда создает либо пустота либо хаос так как пустоты у нас не может быть эту пустоту мозг выполняет старыми программами и старыми шаблонами которые нам достались по наследству и человек вроде как живет ну как вроде как он живет он живет так же как жили его родители как жили его предки и большинстве своем те кто не желает изменений они так и живут и даже не предполагают что жить можно иначе и они будут жить всю жизнь так посмотрите они люди бы жили и как раньше всегда если бы не было сейчас трансформации тех трансформаций которые мы проходим и здесь у нас не спрашивают человека вообще не спрашивают хоть что он или нет заметил ему просто выставили условия то есть либо ты идешь в армию и отрабатываешь дисциплину и я просто пример сказала можно пример например привести идешь например в какой-то какой-то секцию и там свои правила и ты из этих правил не шагу назад не шаг вперед и если у тебя создаются какие-то там изменения не согласие ты можешь покинуть отрабатывать дисциплину у людей в таких на таких мероприятиях но смотрите людей ведут уже кто чтобы они сами мыслили я так предполагаю знаете я слушаю многих проводников немногих у меня несколько человек которым я доверяю я их слушаю меня такая мысль созревает она уже давно у меня греет то что нас выводит сейчас на вдумывание додумывание именно затем развивает наш мод а вообще-то говоря в скором будущем нас вот не два полушария одно и у нас не будет такой запутанности когда нас выведут на то чтобы мы мыслили сами развивались именно сами без чьей-то подачи и вы смотрите моя мысль такая что нас выводит на это только потому что скоро будет все роботизировано и робота будет 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 много скорее всего чтобы человек не был похож на робота его каким-то образом не каким-то образом а вот такими способами выводят на разные домыслия развивают мозг и заставляют развиваться вообще даже тех кто вообще не планировал развиваться их и так многих устраивает ну заметьте тех кого так устраивают они каким-то образом исчезают потихоньку и они наверно будут исчезать я не знаю будет будет это или нет но факт остается фактор идут люди в развитии все вот и нам придется идти всем туда куда нам показывать земля развивается а мы материальные мы все привязаны к земле это наша основа и естественно мы идем туда куда идет земля куда нам показывать земля так вот и знаете вот когда у человека пустота или хаос в голове и он ничего не хочет как-то пошевелить серыми серыми веществом его взбодрить чтобы он придумал что-то новое или хотя бы показал дорогу уже туда куда человек показывает хочет пойти то что тут можно на мгновение представить представьте себе если бы нам вообще все постоянно кто-то говорил куда идти зачем идти что делать и как делать ну да было бы наверное проще правда мы были бы одинаковые как те роботы это во первых во вторых у нас не было развития у нас бы одно поколение походило на другое и не было бы того самого эволюционного процесса который так необходим на нейронах связи чтобы нейроны развивались чтобы мозг наш не атрофировался его необходимо постоянно развивать его для того чтобы развивать его его у нас выталкивают именно на те действия но смотрите даже если подумать опять же подумать что мы все у нас биологические тела одинаковые правда правда это это истинно и мы вроде как можем вообще жить одинаково у нас тоже одинаково да одинаково ну смотрите потребности то у нас все равно разные даже физиологические потребности у нас разные и вот я знаю например что сверху у меня верхний сосед ходит в туалет за на четыре раза а вот сбоку и снизу не ходят правда но это смешной пример а я сразу делаю диагноз у него простотит поэтому и находит да и а в это говорит о том что у нас и физиологические потребности разные правда в таком случае когда я просыпаюсь слышу когда он идет туда то я понимаю что и физиологии у нас тоже процессы тоже разные исходя из того как мы следим за нашим организмом правда и уже мы уже тоже не похожи друг на друга даже по физиологии я отличаюсь от моих сверстников правда правда это истинная правда естественно моя физиология тоже отличается от людей возраста 62 года правда правда но мои же сверстники они же многие очень умные на месте вот такой факт я даже предполагала раньше что если человек например имеет два вышка образования или 3 ну как бы очень умный но когда я стала разбираться с модом и когда я стала понимать как работать работать но я поняла что это просто навязанное общественное мнение человек может иметь несколько образований но его же там учат по старым парадигмам заметки да да по старым парадигмам он может получать несколько образований и все равно у него мозг не будет так развиваться как у человека который идет в инновационные процессы и он подтвердит это так вот смотрите это говорит о том что образование и развитие человека это не одно и то же многие люди у нас например сколько вот в россии одно время был пик просто бум высшего образования и все мы получали просто направляли и иди без высшего образования ты никуда конечный итог да вот или пишет согласно главное все внедрять жизнь они просто учить сюда и вот смотрите прошлое немного прошлое поколение вот немного не совсем немного например выпускники вузов примерно 10 лет назад они ведь не могли не могли трудоустроиться они все обучались получалось так что они все пошли в обучение они после школы и все направили в обучение потому что вдруг всем вузам потребовалось платные денежки скушать захотели и все стали обучать платно даже тех кто вообще не хотел заметьте они просто не хотели развиваться но их туда послали родителей иди получай высшее образование и что из таких людей получилось а ничего хорошего потому что они получили даже высшее образование они не смогли развить свой вуз к обучению они получили И благополучно схлопнули. И пошли туда, где они пригодились, скажем так. А что было бы, например, если бы они, если бы человек послушал себя, свою интуицию, и стал развиваться в том, что он хочет. Ведь многие, получив лучшее образование, пошли, например, наращивать ногти, потому что спрос больше на ногти, например, чем она закончила тот же самый политех или еще какой-то высшим строительный, например, как некоторые. И что? И ничто, понимаете, не пригодился человек в этой области. Почему? Потому что он не хотел там развиваться. Но у него не было туда рвения, как раньше говорили. У него не было желания развивать это. А какой орган у нас это развивает, помогает в этом? Мозг. Понимаете? Я вот это вам все говорил для чего? Для того, чтобы вы поняли, как важно уметь договариваться с мозгом. Как важно понимать, как работает мозг. И как важно через умение работать с мозгом, слышать свою интуицию, внутренний голос, и развиваться там, где тебе, ну, прям в кайф. Вот в такой кайфе, что ты бы там и денно и ношно, и радостью и с любовью. Понимаете? В этом помогает нам мозг. В чем нам помогает еще мозг? Во всем. Без мозга, без работы мозга, мы не сдвинулись бы вообще с места. И вот исходя из того, в какой сфере у человека провал, в той сфере человеку нужно говорить и с кем? С мозгом. Потому что именно в этой сфере его мозг ведет по старым рельсам, по рельсам, его предков и все. Но он просто не знает, как по-другому. Вы уже понимаете, да? А человек-то не сказал. Человек-то не сказал, что ему радостно в другом. И мутай, там кайфово. Например, давайте, примерно, давайте мою любимую тему, это тело. Тело, здоровый образ жизни. И вот смотрите, ведь я одна в нашей родне занялась телом. Я первая, вернее, к моим стопам дочь пошла. Я первая занялась своей внешностью, своим питанием, своим оздоровлением. Если бы я этого не сделала, меня бы уже не было. Потому что меня мозг повел по тому направлению, куда шли, где шли, по той тропе, где шли мои предки. Представляете, да? Потому что ему-то все равно, он же бесчувственный, он не понимает, куда меня вести, если я не скажу. И я это поняла. И я начала ему навязывать свои убеждения. Не сразу мы договорились, хочу вам сказать, не сразу. Но было очень много препятствий на моем пути. Если я скажу, что я прям сразу стала такой, какой вы меня видите, сейчас радостный, молодой, здоровый, стройный и так далее, да, то это было бы неправда. Потому что я лет 10 налаживала работу с ним и налаживала всю свою структуру. И смотрите, если бы я не договорилась с мозгом, наверное, бы этого не было, вот этого результата не было. Да я бы, я точно знаю, что не было. Потому что если я начинаю халявить, попадая в среду, например, своих родных, в их компанию, или в среду таких же людей, то я начинаю, что попало, пробовать то, что они кушают, а я это давно не ем. И, естественно, если бы я там с ними общалась, то в конечном итоге мое окружение меня бы свело куда? Опять же на ту троту, по которой шли мои предки. И вот смотрите, я одна выделяюсь из всей родни. В нашей родне все женщины очень умные, все достигаторы, все достигают вершин. В какой вершине, в какой вершине какая стремится? У нас нет ни одной женщины, которая была бы никем. Понимаете? И вот смотрите, мы каждое стремимся к той вершине, которая вот нам во благо, лично мне. Вот мне лично во благо, конкретно к здоровью, к молодости, красоте. И вести людей, вот это мое благо. И то, что мне предлагали родители, там, общество, или как-то еще, кто-то еще, мне это не прижилось. Но я научилась управлять мозгом. Я поняла, что у меня все равно нет-нет, да скатывай туда. Нет-нет, да опять туда. Пока я с ним не научилась работать. Смотрите, если брать, например, следующий аспект. Отношения. Если вы в отношениях не в счастливых, не в гармоничных отношениях, необходимо посмотреть, а какие отношения были у моей мамы, бабушки и так далее. Посмотреть назад. И если там нет гармоничных и счастливых отношений, значит, вам придется договариваться с мозгом. Второго варианта нет. Вот сто процентов нет. Понимаете? Много чего я знаю, многим владею, но вот третьего нет. Нет такого, чтобы человек захотел и сразу вот так необходимо показать мозгу. Договориться именно с ним сначала. Заметьте, не с партнером или там с кем у вас, с мамой, с ребенком или с коллегой по работе. Нет договоренностей, а именно с мозгом. Показать мозгу пентиум. Я хочу то. А давай вот так. Ты же видишь, что этот человек мне показывает всякую фигню. Значит, нам нужно как-то подумать по-другому, что-то здесь исправить. Понимаете? И он начинает ну-ка давай показывай мне из варианта событий то событие, которое, тот вариант событий, где мне важно быть такой, чтобы вот этот товарищ повел себя так-то, так-то, так-то. Вот как надо договаривать мозг, чтобы ему понятно было. Ну да, этому нужно дойти. Понимаете? Если этого не показать, мозг опять чу-чу, опять свалит. Даже если вы встретите принца на белом коне, он через какое-то время вас опять сольет туда. Гниду лошади хромоногой отменяют. Потому что ему необходимо показать и утвердительно потом за этим следить, следить, следить. Понимаете? Вот как это происходит. Какой еще дальше аспект возьмем? деньги. А вот у нас приятный сюрприз как раз сегодня Марина, моя клиентка по персональной работе с денежным ресурсом, пожалуйста, дала отзыв. И вот смотрите, в январе она запрос об удвоении, то есть увеличении или из 2 дохода. А в сентябре только это произошло. Почему? Потому что у нее были уже, она уже поднималась, она уже делала эти результаты, но мозг ее отказывал. Опять делала, чуть-чуть отказывалась. Потом она стала работать по-другому, мы стали работать по-другому. Мы, я ей подсказывала, как необходимо мозгу показывать, потому что он сразу не понял, даже после работы, он не сразу понимает, это правда так надо, это ты правда так хочешь. А чтобы эта правда стала истиной, Марине пришлось подтверждать это по этой структуре, по которой мы с ней работали. Полгода. Но это именно ей полгода, примерно полгода. Я вычислила, что примерно полгода. От двух месяцев до полгода. Первый х2 это полгода, потом проще. Потом проще поднимать планку. Но вот эти первый раз, когда выходит человек на новый доход, ему необходимо показывать мозгу постоянно. Вот так, вот так. Но показывать как? Не просто крутить у виска, а идем туда, выводить на действие, как Юля ответила, да, совершать действия, бесконечные действия и запрашивать у мозга. А давай еще вариант, а давай еще нам варианты. Варианты, подкидывай мне варианты. Я хочу так. и вот это я хочу постоянно транслировать мозгу, чтобы он понимал, какой вариант все-таки хозяину, хозяйке нужен или хозяину нужен. Потому что вариантов голограммы событий. Очень много вариантов. И из этих вариантов мозгу необходимо дать тот, который лично вам интересен. для него задача непростая, потому что у него раньше-то этого не было. Раньше-то вы жили по шаплонам родителей и социума. Естественно, у него вообще у мозга крышу снесло, скажем так. Вот. И вот смотрите, все это время, например, берем опыт Марины. Она работала, и за это время она и пишет, она нарабатывала опыт отслеживания своих мыслей и реакций. Вот видите, как она умно, грамотно объяснила. Она действительно нарабатывала навык, потому что этот навык нарабатывается не меньше трех месяцев. Новый шаблон Петю формирует три месяца, 99 дней. И бесполезно ждать завтра, когда это придет. И вот смотрите, первый Х2 необходимо эту планку еще удерживать год, примерно год, чтобы мозгу показать вот эта планка ниже ни-ни. Вот ни-ни. И эту планку отрабатывает человек примерно год. Потом он опять может если захочет, а он захочет, потому что человек устроен так, что когда он преодолеет первую финансовую планку Х2 ему обязательно захочется выше 100%. И он начинает уже думать, обдумывать тот вариант, как бы ему еще увеличить. И с кем он договаривается, как вы думаете? Пишите. И вот смотрите, Марина тоже пишет, что никто действий на физическом плане никто не отменял. Вообще никто не отменял. Понимаете? Ну конечно же опять с мозгом. И в карьерном росте или в саморазвитии, в поиске себя такая же история. Начало договор с мозгом. Именно поэтому, мои хорошие, именно поэтому я вам предлагаю столь, можно сказать, напористо мероприятие, начиная с низко, с малобюджетных и заканчивая крупнобюджетными, на везде работу с мозгом. Потому что это та фишка, которой не все еще умеют пользоваться. И если вы здесь, в моем чате, значит вам вы уже готовы. Вы готовы уже использовать эту фишку. И естественно эта фишка поможет вам во всех аспектах и во всех ваших хотелках. Но вам необходимо выйти на уровень делегирования ответственности с мозгом. Вот как я сказала, какая мысль пришла интересная. Делегировать ответственность мозгу, чтобы он лучшие варианты события привлекал по нашему запросу. Ну просто вот так. По щелчку раз и привлек. Только запрос и сразу щелчок и он привел. Это тот вариант событий, ту ветку реальности, как сейчас говорят, это одно и то же привлек. человек. И да, когда-нибудь мы будем, не сейчас, но может быть лет так через 50, человек будет легко переходить на эти ветки реальности. Когда он поймет, как, даже не он поймет, как, а его мозг, как он донесет мозгу, как он хочет быстро переходить по этим веткам реальности. И тогда мозг будет ему помогать очень быстро. Потому что сейчас уже я смотрю, инновационные технологии, они работают в скоростном режиме. Они не так работают, как я, например, получала обучение когда-то, 10 лет назад, например, и тетохилинг, и 5D-пространство метод, и другие. Сейчас все по-другому работает. Потому что мозг человека уже зашевелился и уже понял, что люди хотят идти вперед, идти в развитие. И он начинает им помогать, потому что он же не враг. Наш мозг нам друг, точно друг. Это наш орган, и он понимает, что он живет в этом теле. И ему хочется, не то, что хочется, у него нет чувств, он понимает все-таки, когда нам плохо, а когда хорошо. Ему, конечно, все равно. по гормональному колебанию, вот это синусоидное, ему все равно. Но ему не все равно жить в этом теле, или не жить. Вот. Я думаю, так. И, естественно, наладить этот тандем, я и мозг в одной команде, это первостепенная задача сейчас, девчонки. первостепенная я. Не сразу все получается, конечно, не сразу. Но, видимо, я тоже не сразу пошли. Вы вспомните, сколько раз вы падали. Вы не помните, но у вас есть родители, которые могут сказать вам, о, арсеники и шишки. Но даже если приятные, например, занятия, пошли, например, на танцы, обучение танцев, вы тоже сразу не станцуете ГПК или там какой-то вальс. Нет, не станцуете, вам необходимо научиться, и у вас тоже будут болеть и кости, и ломить будет, и прочие негативные моменты будут возникать. Да, потому что вы это не делали, и нет такой привычки. Так вот, работать с мозгом, это лучшая привычка на современном этапе жизни, мои хорошие. Работа с мозгом, это такая наилучшая привычка, которая как раз выведет на те высоты, на которые вы хотите выйти. Только работа с мозгом может вас продвинуть по всем карьерным лестницам везде. Только она, только эта работа вам откроет двери туда, куда вы стучитесь, и они заперты. И только работа с мозгом может проявить самое желаемое и самое желанное в вашей жизни. Больше никто и ничто не поможет. Не ждите помощи ни от кого. Занимайтесь сразу, берите все те варианты, которые к вам идут. Всех тех людей, экспертов, проводников, которые работают с мозгом. Это самые инновационные обучения. Там, где идет трансформационная работа с мозгом, это самые инновационные обучения. Это те обучения, которые развивают мозг. И это те обучения, в которых вы получаете самые лучшие результаты. И когда люди, например, после обучения скатываются с этих результатов, это говорит о том, что они не делают того, что предлагается на обучение. Либо они думают, что всегда так будет. Ну смотрите, если у вас до этого этого не было, до этого обучения, этого результата не было, это говорит о том, что вам необходимо подтверждать мозгу, это постоянно. Понимаете, он постоянно вас будет откатывать назад и спрашивать, ну тебе действительно это реально надо? Да, это так. Более того, когда вы будете подниматься на другие планки, осуществлять другой, следующий рост, поднимая планку, ну по любому аспекту, он опять будет вас спрашивать. И опять будет та же история. Опять такая же волновая динамика будет идти, идти, идти. Опять он будет старый шаблон пытаться скатить и потом опять ему необходимо носом тыкать и говорить нет, не там, мы идем туда, мы идем туда, мы идем туда. И как ребенка его направлять туда, куда мы хотим, а не туда, куда ему привычнее. Все понятно. Только так человек выходит на новые рубежи. Никак не по-другому. И запомните, если случается сразу откат, надо сразу говорить с мозгом, договариваться с мозгом. А как договариваться? Ну, так как вы уже привыкли к ним договариваться, как вы научились с ним договариваться. И здесь не проходят такие, знаете, моменты, что я не понимаю, что мне рассказано, или я не слышу, или там еще что-то. Любым вопросом это можно рассеять. А что я делаю для того, чтобы услышать, например, да, ответ? А какой мне необходимо сейчас быть, чтобы я увидела этот ответ? И так далее. Понимаете, опять тебя, если я не слышу, то что мне делать необходимо для того, чтобы услышать или увидеть результат? Многие не видят результат, даже если извини, говорят, что у тебя вот такие результаты, человек не хочет видеть, он не видит, у него перекрыто, у него с детства какой-то затор, и он не видит. И тут необходимо, вот это пример, и тут необходимо спросить, что мне необходимо сделать для того, чтобы увидеть результат? Какой мне важен быть для того, чтобы и так далее, и так далее. И вот тогда мозг с удовольствием вам покажет те варианты событий, те варианты изменений, которые вам необходимо, вам хочется увидеть, в которые вам хочется войти. И, конечно, все те мероприятия, которые я вам предлагаю, они направляют именно человека на развитие, на игру с мозгом. Знаете, я тут очень интересный момент внедрила. Я с мозгом всяко разговариваю, бывает грубо, бывает матом, бывает прилагаю физические усилия. А тут я стала игровой процесс включать. И вы понимаете, мой мозг у меня лучше стал ложечным. Вот. И я вот сейчас я так и создала челлендж, который называется «Деньги во мне», потому что я знаю, что очень интересны две темы отношения и деньги. Это лучшие темы, которые постоянно фигурируют везде. И вот смотрите, вот этот челлендж идет 21 день. Это новое мероприятие. Что сюда входит? Распаковка внутренний ребенок. Там две фазы. Распаковка и трансформация сразу. Почему? Потому что внутренний ребенок ответственный, управляющий нашими желаниями, нашими хочу. Понимаете? Если нет связи с внутренним ребенком, то вот отсюда идут те женщины, которые приходят и говорят я не знаю, что я хочу. У меня нет желания и так далее. понимаете? Внутренний ребенок это та суть внутренней наша наша часть, которая ответственна реально за желание. И здесь ее необходимо распаковать. Запрос был уже в чате на внутреннего ребенка и я, конечно же, включила, включилась в эту работу сразу. почему важно распаковать еще пройти эту распаковку? Да потому что именно внутренний ребенок ответственный еще и за что вы думаете? За наши финансы? Представляете? Да потому что если внутренний ребенок не будет активирован и вы не будете с ним на одной волне, у вас не будет той радости, той самой истинной радости, и вам необходимо это понимать, что деньги они приходят на радостные и счастливые вибрации. Они любят эти вибрации, потому что они же такие же легкие и в состоянии легкости легко увеличивать денежные ресурсы. Вот и поэтому следом идет групповая трансформация «Мой денежный банк». Понимаете? Сюда же входит и «Мера тренинг» «Денежный банк». И следующая история заканчивается, не заканчивается, а продолжается. Формирование ресурса «Дойти в будущее», то есть сформировать картинку будущего и принести ее сюда. Вот какую интересную работу я для вас создала. я сегодня выложу после этого эфира я выложу те мероприятия, которые по нарастающей идут, по финансам нарастающей идут в работе с мозгом. Все эти мероприятия трансформационные, то есть развивающие мозг. уникальнейши, просто уникальнейши. Оттуда вы вынесете такой багаж знаний, просто это вообще выше крыши, что говорят. Да. Затем квантовая сеностройка ежемесячная, да, это очень интересная работа, которую я провожу каждый месяц. Прошлая работа была сеностройка ЦНР с сентября, нынешняя сеностройка будет, нам предлагают выход из иллюзии и загрузка алгоритма деятельность через любовь. И она подходит всем, потому что она и для тех, кто хочет найти свое дело, какое-то по сердцу, и для тех, кто работает, не любит свою работу и идет как на каторгу, и для тех, кому все равно, вот это все равно необходимо как-то колыхнуть и сдвинуть место. Конечно, будет настройка с энергии месяца и там же распаковка программы радость и мероприем нажор я радость, который очень хорошо выводит в состоянии радости. Заметьте, выводит, а в состоянии радости необходимо не только выводиться, но и проживать. То есть стабильно, чтобы были эти вибрации. Затем новый вот этот челлендж «Деньги во мне», который проходит 21 день, куда сюда входит распаковка внутреннего региона, групповая трансформация на денежный банк и формирование ресурса за эти будущие. Ну и конечно же это самый крупный проект, это курс молодости кланковая версия моего лучшего тела. Все это я выложу, это те мероприятия, кстати, курс молодости опять обновился, опять обновился и там много будет несколько работ по улучшению здоровья. То есть сейчас я направляю внимание людей на курсе молодости на здоровье, потому что стройность она подтягивается автоматически. Молодость лица, которая входит в этот курс, это просто делайте и все. Там за вас я все сделала. Просто делайте и формируйте то лицо, которое вас интересует, которое вам хочется достичь, как это делаю я. Не лениться, не лениться, а делать и все. Там ничего больше не нужно. А вот работа со здоровьем это, конечно, уникальная работа. И я добавила уникальности в курс молодости. Пока коллеги мои не наступили мне на пушистый хвостик. Каждый раз я меняю проект, да. И этот раз тоже он будет идти три месяца, два тарифа, один лучше другого. И, конечно, я это все размещу. Ну и все. Какие-то у вас есть вопросы, мои хорошие? Что-то у вас созрело? Напишите, пожалуйста. И вот смотрите, в октябре, октябрьская самостройка там будет еще энергетическим. Объясню, почему. Потому что с 15 где-то после 15 октября на Землю очень много внеземных цивилизаций ринулись. И люди стали развиваться, энергии повысились. И, естественно, чем выше энергетика, тем вкуснее для внеземных цивилизаций становится человек. Потому что обмен между всеми, кроме Земли, это энергия. И, конечно, здесь необходимо будет энергичистка. Наше внимание направлено на выход, прям серьезно направлено на выход из алюзии, потому что очень многие люди проживают в иллюзорном мире. И я буду с этим работать. Вот, мои дорогие, ну, на этом все. Я заканчиваю эфир. Благодарю всех, кто присутствовал на эфире. И кто будет просматривать записи. Обязательно выбирайте те мероприятия, которые я размещу. И смотрите, еще такой момент. Уже в сентябре нас направляли на наше внимание на новое. И октябрьские веяния в октябре в саностройках. Я уже прошла саностройку своего учителя, и поэтому я знаю, о чем говорю. В октябре месяце нас будут упорно направлять на обучение. упорно. Поэтому всем людям необходимо понять, выбрать цель и направить внимание в обучение по этой цели. И там будет очень хорошее развитие. Тем, кто будет можно сказать отлынивать от этого, то там будет эмоциональная нестабильность. На них будут напускать страхи, ими будут завладевать эти негативные установки и эмоции. И, естественно, тут будут откаты людей. Поэтому здесь обязательно необходимо выбрать обучение и идти вперед. Вы будете целиком под покровительством таких святых, как кто там? Сваровский, да, Серафин Сваровский и в основном он проводником является людей, которые двигают. Поэтому подключилась, Леночка. Запись будет ли? Запись будет, эфир. В каждом эфире каждый для себя может найти свое. и здесь уже, конечно, я понимаю, что все дела вечерние. Вы в любой момент можете посмотреть. Но фишка в том, что обязательно необходимо выбрать обучение уже сейчас. Какое-то обучение и отвлечься от того, куда людей направляют. Если бы все люди отвлеклись от тех событий, которые предлагают, нам, то мир бы давно уже изменился. Уже давно бы пошли изменения. Но большинство людей, они как по команде направлены в негативную сторону. Фокус внимания именно туда. И поэтому слив энергии идет туда как в трубу. Именно поэтому эти события и развиваются. А вот сейчас целенаправленно у нас уже православный игр включился и направляет людей туда, куда необходимо идти. Чтобы обучение, чтобы отвлечь людей на слив, чтобы они не на слив энергии были нацелены, а на развитие. Мы все туда пойдем. Поэтому бесполезно думать по-старому, слушать тех пустобрехов, которые транслируют негатив. Не слушайте, не смотрите. Возьмите любое обучение, которое вам сейчас возможно взять, и идите в обучение. Это будет самое лучшее напутственное для всех слово. Прислушайтесь. Обнимаю всех сердцем, мои хорошие. И до встречи. Всего вам доброго и светлого. с вами я всегда на связи. Все, выхожу из эфира. и с вами И